Серию краж из подвалов раскрыли полицейские Петропавловска. В одном случае ущерб составил около 200 тысяч тенге. Подробности в материале пресс-службы областного полицейского ведомства. Зимой горожане реже проверяют подвалы. Как правило, от совершения преступления до обращения в полицию проходило немало времени. В основном у людей пропадали электроинструменты. В одном случае ущерб составил около 200 тысяч тенге. Ещё один горожанин, спустившись в подвал незадолго до Нового года, обнаружил пропажу двух велосипедов. В первое время я их перестёгивал, а в последнее время, ну уже больше 20 лет живём, в таких случаях ничего не происходило. Поэтому соседи все здесь непропорядочные, никаких сомнений не было. И вот за 20 лет первый раз такая ситуация произошла. Неизвестный преступник действовал по одной схеме – вскрывал подвалы путём подбора ключа, взламывал кладовки подручными средствами. В январе оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее судимый за кражу. Большая часть похищенного в настоящее время изъята. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий были установлены вещественные доказательства, которые были похищены с подвальных помещений. По данному факту проводятся следственные действия. Всего в деле пять эпизодов. Подозреваемый содержится под стражей. Полицейские проверяют его возможную причастность к другим преступлениям. Хочется выразить особую благодарность следователю следственного дела Кудабаеву Дархану Жанатовичу, что он постоянно был на связи, что так оперативно всё получилось это дело раскрыть. Ребята-оперативники тоже там, Ярнар и Жусуп тоже с самого начала, с самых первых праздничных новогодних дней были на связи. Полицейские рекомендуют людям пользоваться надёжными замками, устанавливать камеры видеонаблюдения перед подъездами. Они способствуют профилактике подобных преступлений и их раскрытию по горячим следам. Адилия Акушакова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.